Итак, здравствуйте, уважаемые зрители. Хорошо ли вам слышно меня? Отпишитесь, пожалуйста, в чате. Да, все. Итак, мы начинаем с вами вебинар, который посвящен заключительному этапу Олимпиады для студентов и выпускников вузов «Я профессионал». Олимпиада проходит пятый год, это наш юбилейный сезон, и за годы проведения Олимпиады у нас достаточно много результатов от ее проведения, и аудитория участников Олимпиады расширялась у нас с вами год от года. Значит, мы будем говорить сегодня с вами о том, как у нас пройдет заключительный этап, поскольку открыты страницы заключительного этапа, возможно, загрузка, объявлены все задания, и, собственно, каждый из вас сейчас может уже внимательно все изучить, прочитать и задать нам сегодня вопросы мне и моим коллегам. Значит, Олимпиада «Я профессионал» является одним из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей». И, безусловно, это очень интересная Олимпиада, поскольку она позволяет, во-первых, принять участие, оценить свой профессиональный уровень среди таких же студентов или выпускников вузов, как и вы. Она проводится по очень интересным и востребованным направлениям, и мы сегодня будем об этом говорить. Значит, очень правильно вы делаете, что пишете в чате сообщения. Мы видим ваши сообщения, будем об этих сообщениях с вами разговаривать. Вот, и на все вопросы я и мои коллеги обязательно ответим. Значит, меня зовут Арестова Ульяна Викторовна. Я профессор школы дизайна, академический руководитель программы магистратуры «Современный дизайн в преподавании изобразительного искусства и технологий в школе» и, соответственно, программы бакалавриата. Онлайн-бакалавриата по дизайну. Это крупнейшая программа онлайн по дизайну в Российской Федерации. И, собственно, в 2022 году мы предлагаем достаточно широкий выбор различных программ магистратуры и программ с множественными профилями. Значит, давайте я сейчас попробую запустить демонстрацию экрана, чтобы мы с вами уже разговаривали предметно. Так. Значит, мы с вами сейчас на странице сайта школы дизайна Национального исследовательского университета Высшей школы экономики. Значит, именно на этой странице у нас содержится информация по отборочному и заключительному этапу Олимпиады «Я профессионал» и о наших программах магистратуры. Значит, в первую очередь мы зайдем с вами в студенческое портфолио, где у нас есть страница под названием «Олимпиады и конкурсы». И здесь мы с вами можем зайти во Всероссийскую студенческую Олимпиаду «Я профессионал бакалавриат 2 этап» 2021-2022 год. Мы оказываемся на странице для участников бакалавриата и видим с вами, по каким профилям у нас Олимпиада в 2021-2022 годах проводится. Здесь есть профили коммуникационный дизайн и арт-дирекшн, дизайн и продвижение цифрового продукта, искусство книги, иллюстрация и комикс, предметный дизайн, системный геймдизайн и территориальный брендинг и дизайн городской среды, дизайн среды и мода. Значит, сегодня мы будем с вами говорить о профилях системный геймдизайн, о профиле предметный дизайн и о задании, которое предлагается для тех, кто закончил магистратуру и кого интересуют наши аспирантские программы. Значит, к тому, о том, какие программы у нас есть, какая линейка программ у нас существует, мы вернемся, мы будем еще об этом сегодня говорить. Значит, мне хотелось бы сейчас в первую очередь пригласить в качестве спикера своего коллегу Тимура Бурбаева, который является известным промышленным предметным дизайнером в Российской Федерации за рубежом. И Тимур, собственно, познакомит вас как с тем, что происходит на профиле системный геймдизайн внутри, прошу прощения, я оговорилась, на профиле предметный дизайн в рамках образовательной программы дизайн, которая у нас реализуется. И расскажет о том, на что направлено задание, и что он ждет от участников заключительного этапа. Тимур, включайтесь, пожалуйста. Тимур, включайтесь, пожалуйста. Все материалы и все знания, которые мы сейчас даем в этом направлении, в основном связаны так или иначе с тем опытом, который я получил как промышленный дизайнер на протяжении последних 20 лет. И с удовольствием этим опытом делюсь с молодыми нашими студентами, и вместе, совместно мы делаем проекты абсолютно разной направленности. Я сейчас немножко расскажу, собственно, о структуре курса. Через учебные модули нашего курса мы проходим от самого простого предмета в самом начале до достаточно комплексных задач и комплексных объектов. То есть простой объект – это объект небольшой сложности, как правило, это компактный предмет или продукт, и комплексный объект – это какая-то вещь, которая так или иначе соразмерна с параметрами человека. То есть это такой уже антропометрический дизайн, где мы учитываем эргономические факторы и другие особенности. Вот весь спектр таких проектов мы пытаемся через наши задачи сделать на первом году обучением экстратуры, плюс мы подключаемся в одном модуле к такому направлению, очень интересному, как спекулятивный дизайн, и стараемся сделать один из проектов, который будет посвящен, возможно, будущему. То есть это некий фторологический такой дизайн, дизайн-упражнение, которое делают дизайнеры. А на втором году обучения, собственно, дизайнеры выбирают некую тему финальную для своей выпускной работы и стараются сделать проект, который, возможно, будет спонсорским благодаря тому, что специально подготовленное портфолио на нашем курсе потенциально может привлечь какого-то спонсора, который, собственно, поддержит выпускную работу студента. Сейчас я также немножко расскажу о задании для тех ребят, которые успешно прошли первую ступень Олимпиады и готовы показать дальнейшие свои результаты. Собственно, задача заключается в том, что мы остаемся в рамках тематики предыдущего этапа. Именно сейчас я говорю в контексте, в разрезе промышленный предметный дизайн. Но ваша презентация в слайдах должна, собственно, уйти на следующий уровень с точки зрения именно детализации. Нам очень интересно было посмотреть, как вы работаете с такими понятиями, как цветофактурная карта. То есть, насколько вы представляете ваш продукт в цветах, текстурах, материалах. Насколько это современно выглядит и отвечает текущим трендам, которые есть в промышленном предметном дизайне. И насколько вы можете, например, заглянуть в будущее в этих трендах. Также очень важно понять от некой концепции, которую вы представили на предыдущем этапе, насколько она может развиться с точки зрения именно технологической составляющей. То есть, насколько вы можете представить, как ваш предмет, объект или продукт собирается, из каких деталей он состоит, как вы его планировали скреплять, как вы планировали собирать. Очень также важна тема, и я думаю, что ребята получат дополнительные баллы, если вы обратите на это внимание, каким образом ваш продукт или предмет будет утилизироваться или ремонтироваться. Потому что, безусловно, в наши дни проблема утилизации продуктов или ремонта, обновления продуктов очень важна. Собственно, вот на эти ключевые моменты я бы вам очень рекомендовал обратить внимание и, собственно, развить вашу концепцию, развить вашу идею, которую вы представили на предыдущем этапе, именно в рамках вот этих направлений, которые я озвучил. Собственно, я еще, к сожалению, сегодня очень малым временем владаю. Я с удовольствием послушаю, если какие-то вопросы сейчас будут у нас в чате, и с удовольствием на них отвечу. Лена Викторовна, я очень быстро презентовал, у меня все. Лена Викторовна, я очень быстро презентовал, у меня все. До того, как мы подключились к вебинару. Повторите их, пожалуйста, с тем, чтобы мы с Тимуром их увидели. Вот уже один вопрос задан. Мы сейчас, именно я обговаривал направление магистратура, то есть это два года обучения, но вот, собственно, я ответил. Так, ну, я думаю, что сейчас я потрачу несколько минут на то, чтобы рассказать о программах магистратуры, о том, в рамках какого направления это все у нас есть. Значит, вы можете сейчас задать вопросы содержательного характера, для того, чтобы мы Тимура могли отпустить. Так, ну, наверное, я думаю, так, есть вопрос. Задание по профилям относится к категории участия в бакалавриатах. Да, это значит, что вы выпускник либо программы бакалавриата, или обучаетесь в бакалавриате, либо программы специалитета, либо обучаетесь на специалитете. Это задание для вас. После того, как завершится Олимпиада, вы будете знать результат вашего участия. Вот, независимо от того, выигрываете вы Олимпиаду или нет, вы можете поступать на программу магистратуры. То есть в школе дизайна у нас есть несколько программ. Есть программы с бюджетными местами, есть программы, которые являются полностью коммерческими. Но вот как раз профиль предметный дизайн, он как раз и есть внутри программы дизайн. Значит, и в том образце демонстрационной версии задания, которое размещено на странице Олимпиады, вы можете внимательно прочитать, что необходимо в этом случае представить. Я вижу вопрос. Выпускники и первый курс оцениваются в одном потоке. Ну, первому курсу-то Олимпиада, я профессионал, даже если вы ее выиграете, результат Олимпиады действительно в течение двух лет, и это практически вам ничего не дает, кроме того, как попробовать свои силы внутри Олимпиады. Это результаты Олимпиад, которые на уровне школьников у нас с вами имеют силу 4 года. А когда вы приходите участвовать в Олимпиаду, я профессионал, будучи студентом первого курса, вы просто пробуете свои силы. Так, задание для магистратуры заключительного этапа по графическому дизайну, а я участвую по направлению дизайн среды. Ну, вот по какому направлению вы участвуете, по такому. У вас нет никакого разделения по профилям на уровне магистратуры. То есть сегодня будет выступать Александра Старусева-Першеева, который будет рассказывать о подходах к выполнению визуального исследования. И, собственно, там оно одно единственное. Не перепутайте страницы. Есть отдельная страница с заданиями для выпускников, студентов и выпускников магистратуры, которые планируют поступление в аспирантуру. И как раз сегодня мы будем говорить о том, каким образом у нас организовано обучение на магистрской программе, что она из себя представляет и что мы ждем в качестве визуальных исследований. Так, ну, наверное, пока в том, что касается предметного дизайна, мы можем Тимура Бурбаева отпустить. Спасибо большое. Удачи, ребята, в выполнении второго этапа. Всего доброго. Тимур, спасибо большое. Значит, давайте я предоставлю слово своему коллеге Анатолию Казакову. Анатолий Казаков является разработчиком различных компьютерных игр и руководит направлением геймдизайна виртуальной реальности в школе дизайна. И, собственно, в нашей магистратуре есть программа коммуникационный цифровой дизайн, в которой есть профиль геймдизайн базовый уровень. Вы можете поступить туда, если у вас нет профильного образования. И есть профиль системный геймдизайн. Он достаточно серьезный для, конечно, более продвинутых абитуриентов. И Анатолий расскажет и про профиль, и про то, что ожидается на задании. Пожалуйста. Добрый день. Хорошо ли меня слышно? Можно чуть усилить звук. Ну, сильнее усилить не могу. Вот, замечательно. Все. Окей. Итак, всем добрый день. Немного расскажу про профиль и про наши требования. Прямо для того, чтобы было понятно, вот киньте плюсик те, кто скачивали файл и читали его. Даже не по моему профилю вообще. Мне будет интересно, из участников какая часть оказалась, так сказать, в актуальной информационной среде. Ага, два человека, три. Ну, и заодно посмотрим, кто нас активно слушает. Хорошо. Если на первом туре мы просили вас разработать концепцию настольной игры, то во втором туре мы просим вас разработать концепцию видеоигры. Почему вообще такое разделение? Настольная игра сразу обнажает, как вы мыслите механиками. Очень трудно сбежать в описание сеттинга, в сценарии, в какие-то там подобные вещи, потому что если вы делаете настольную игру, вам придется делать механики, которые покажут работу вашей идеи. Видеожанр, жанр видеоигр гораздо богаче и позволяет разработать совершенно различные вещи, для того, чтобы их как-то показать. Но все равно главное, на что мы смотрим, как вы можете сформулировать свой геймплей и, понятно, кратко его описать. То есть так как объем презентации у вас небольшой, так как мы рекомендуем ограничивать количество знаков для того, чтобы все это было легко прочитать, вам нужно не только все классно придумать, но и очень коротко описать самое важное так, чтобы это работало. Прямо с этим придется вам как бы сконцентрироваться. Продумайте, какие действия совершает игрок, какие совершает чаще всего. Как эти механики будут меняться в многих играх, если вы обратите внимание, там даже на примере аркад это лучше всего видно. Сначала мы просто прыгаем по платформам, потом мы прыгаем, но платформы проваливаются, нам нужно успевать перескакивать на новое. Потом мы прыгаем, платформы проваливаются, есть еще платформы, которые двигаются, нам нужно рассчитать время, чтобы сначала прыгнуть на ту, которая проваливается, потом на которую двигается. И так далее. Назову это эшелонированный геймдизайн. Вот если вы продумываете механики, продумайте, как они будут развиваться, как все это будет делаться. И когда вам понятно, как ваша идея выглядит, ваша идея игры, как механики на нее работают, опишите для себя игру целиком, тогда уже начинайте разрабатывать все остальное и подумайте, через что вам будет удобнее всего показать вашу задумку. Ну, например, если вы классный художник, то, возможно, вы предпочтете нарисовать какие-то элементы окружения или персонажей для того, чтобы через них мы поняли вашу задумку. Не забывайте комментировать, но и одновременно показывать. Например, да, вот спасибо, нарративный дизайн — это примерно об этом же. О том, как через то или другое, что вы рисуете, показать то, как устроена игра. Вот этот такой здоровый амбал вот с таким двуручным мечом в руках, наверное, танк. Прям пропишите. Вот он танк, у него такие-то параметры, он предназначен, чтобы как следует, значит, выдерживать удары противника. А вот этот гибкий, тонкий товарищ, значит, с тенью, которая за ним тянется и слегка размытым контуром, вы как персонажа его рисуете, вы говорите, да, это бэкстабер, ниндзя, который будет тайно пробираться там вслед противнику. И вы через персонажей открываете нам, как устроены механики вашей игры. Если вы в меньшей степени художник, вы можете пойти другим путем. Вы можете описать текстом и схемами показать, как устроена ваша игра. Сделать схему левел-дизайна, объясняя, почему он такой, а не какой-то другой. То есть чем глубже вы забираетесь в эти вещи, тем лучше вы сможете отобразить свою концепцию. Не чурайтесь иллюстраций, примеров, чтобы все это показать максимально конкретно, потому что один пример или одна схема действий, или кусочек уровня, или вообще взгляд, ну, картинка, которую видит игрок, экран игрока, может рассказать о вашей игре больше, чем, там, тысяча слов. Но при этом выбираете, что именно, какой, не просто какой-то рядовой момент из игры, а тот, который в наибольшей степени покажет то, что вы задумали. И все время тестируете это о других людей, показываете им наработки, спрашиваете, что вы видите. Человек вам рассказывает, вы удивляетесь, вносите изменения, и так до тех пор, а предыдущему человеку уже показывать нельзя, у него уже картинка замылилась, до тех пор показываете разным людям, вносите изменения, пока они не начнут вам по вашей презентации рассказывать то, что вы хотели им передать. Чем это более опытные геймеры, тем лучше. Если это, не дай бог, еще и геймдизайнеры, вообще классно. Потому что геймдизайнеры учатся анализировать такие штуки и смогут дать вам более точные ответы. Окей? И важно, очень важно помнить, что школа дизайна – это школа искусств. И хотя геймдизайн сам по себе напрямую не связан с визуалом, можно быть крутым геймдизайнером и не быть крутым художником, и Кодзима вот, например, такой. Но в школе дизайна важно работать с визуальным вкусом. Если вы умеете рисовать, это дает вам определенный бонус. Если не умеете, вы должны это компенсировать хорошим визуальным вкусом, хорошей версткой. Так подать вашу презентацию, чтобы она классно, удобно читалась. Простые правила подачи презентаций, чтобы они классно читались, вы можете найти. И обратите внимание, что когда рекомендуют в разных статьях, как делать презентации, есть несколько типов презентаций. Некоторые для тех, кто рассказывает со сцены, а некоторые для передачи информации. Вам нужны второй тип. И там будет сказано про всякие простые вещи, про текстуры, про шрифты. Вот, пожалуйста, обратите на это внимание, особенно если раньше это не было вашей сильной стороной. Не потому, что это так важно для геймдизайнера, но потому, что вы будете соревноваться с тем, кто с этой задачей тоже справится. Лучшие работы будут и с классным писанием механик, и с классным подачей. Вот примерно так. Хотелось бы видеть ваши работы. Мы их каждый раз с нетерпением ждем, рассматриваем и с удовольствием разбираем. Теперь немного подробнее о двух наших профилях магистратуры. Ульяна, включилась? Я уже время выбираю? Хорошо. Я буквально за пару минут... Спокойно рассказывайте. За пару минут расскажу про разницу... Я думаю, можно и дольше. Главное, чтобы было понятно, подробно и интересно. О двух наших основных профилях магистратуры. Они очень сильно отличаются друг от друга. Итак, магистратура базовая. Не обращайте внимания, что она так звучит. Базовая она по выходу. Вы будете не так, что вы уж прям базово подготовлены, потому что ее основная задача дать вам примерно тот же уровень подготовки, что получают наши ребята в бакалавриате, просто убрав максимально все то, что вы могли получить на других профессиях. То есть мы берем выжимку из специализированных предметов и стараемся с вами ускоренно их пройти за два года, чтобы вы стали, имея за плечами какой-то другой бэкграунд, нормальным, даже не джуниором, если все хорошо проходили, вам потребуется месяц-два, чтобы освоить специфику кампании, в которую вы выйдете, и стать нормальным там уже медлом. И при этом у вас будет портфолио с нескольким количеством игр, которые вы сделаете в виде проектов. Продвинутая магистратура системный геймдизайн, она строится на совершенно других принципах, и в нее требования на порядок выше, потому что, чтобы в нее попасть, нужно принести, предложить проект, который является уже работающим прототипом. Или принести, предложить навыки, которые могут уже применяться в геймдизайне, потому что задача системного геймдизайна – это выведение игры или какой-то команды на рынок, на работу с инвесторами, с акселераторами. Поэтому, честно скажу, если вы планируете поступать через эту олимпиаду, то, скорее всего, речь идет о базовой магистратуре, ну, или если у вас вдруг уже есть опыт в геймдизайне, тогда да, но тогда вам нужно в вашей презентации показать, и это на будущее будет такой репетицией, если вы это рассчитываете. Так, посмотрим, какие появились вопросы. Насчет слайдов можно делать их в соотношении… Значит, рекомендуется делать слайды 1 к 41. Насколько я знаю, для олимпиады требования менее жесткие, чем обычно для портфолио. И я бы сказал, что мы не предъявляем каких-то особенных требований к формату слайда. Главное – минимальное разрешение слайдов выдержать, чтобы не падала детализация, не появлялась пикселизация на тексте и так далее. Может ли подойти, к примеру, пролог или частично готовый квест? Если у вас уже есть готовый проект, и вы именно его хотите предоставить, то постарайтесь подумать, как лучше всего это продемонстрировать. Во-первых, как описать его основные механики. Может быть, это не обязательно даст вам бонус, потому что мы будем смотреть, что он находится внутри. Но, может быть, добавить видеоролик. Напомните, Ульяна Викторовна, на втором этапе у нас анонимная подача работы или нет? Значит, когда подключится, ответит на этот вопрос, я подзабыл с прошлого года. Если нет, тогда можно будет добавить видеоролик. Значит, мы сможем на один из слайдов презентации загрузить ссылку на видеоролик. То есть она должна быть поставлена отдельной ссылкой, и видео размещается на открытом ресурсе для того, чтобы не пришлось залогиниваться типа Vimeo, YouTube и так далее. Хорошо. Соответственно, если вы имеете готовый материал для видеоролика, можете собрать его и использовать. Если у вас его нет, подумайте, стоит ли вам специально этим заниматься. Может быть, вы каким-то другим способом лучше рассказываете о вашей игре, о вашем проекте. Базовая магистратура только платная. Базовая магистратура только платная. Какой результат дает выигрыш в Олимпиаде, я не помню. Тут все-таки Ульяне лучше еще раз уточнить. Но если она дает не только скидку и бюджет, тогда можно и на базовый его, я думаю, получить. Есть ли еще вопросы? Может, я на что-то не ответил. Давайте я намекну вот на что. Если вам интересно посмотреть, как студенты геймдизайна на каком-то этапе начинают показывать проекты своих видеоработ, не то чтобы они были бы призовыми, но, по крайней мере, форму показа они вам продемонстрируют. Я брошу ссылку на портфолио. Это буквально первый курс, второй модуль, где они как раз учатся представлять определенным образом. Так, секунду. Может быть, даже получится продемонстрировать. Нет, он говорит, что мой броузер не подходит для того, чтобы делать шаринг экрана. Ну что ж, пройдите по этой ссылке, полистайте, посмотрите работы, и вы увидите, как по-разному студенты их описывают. Но самое главное, что в большинстве случаев это будет довольно короткое описание и довольно понятное. У старшекурсников есть и лучшие примеры на втором курсе, на третьем. Но я вам предлагаю ориентироваться на работу второго курса и сделать лучше, чем они это сделали. Окей. Ульяна Викторовна. А, вот еще был вопрос сейчас. Да-да-да, касательно пролога или квеста. А, да. Если у вас есть готовый проект, вы приходите на вступительную магистратуру, вас смотрит комиссия, в числе которой есть опытные продюсеры, и они оценивают ваш проект и вашу готовность его менять, если с их точки зрения он интересен, но потребует существенных изменений. И да, с такой игрой можно приходить на продвинутую магистратуру. Вот, вроде бы все. Если еще вопросы появятся, я постараюсь отвечать на них в чате. Ульяна, слово вам. Так, большое спасибо. Значит, сейчас вы видите, что есть возможность продолжать задавать вопросы. Значит, давайте вот я сейчас как раз скажу несколько слов о том, что связано с программами школы дизайна. экран виден? Не, поделиться. Сейчас, подождите. Я все выберу. Так. Значит, мы с вами еще раз на страничке школы дизайна. И если мы зайдем по вкладке магистратура, вот, то увидим с вами всю линейку программ, которая у нас предлагается к набору в 2022 году. Значит, давайте с вами по этим программам пройдем для того, чтобы вы понимали, какие возможности у вас есть в течение 2022 года к выбору программ и профилей. Значит, как я уже сказала, есть программы полностью коммерческие, где нет бюджетных мест, есть программы, где есть бюджетные места. Вот. И самая первая программа это коммуникационный цифровой дизайн. Программа коммерческая. Вот. И поскольку, собственно, магистратура это второй уровень получения высшего образования, она не располагает таким разветвленным набором скидок, которые возможны, например, при поступлении на программу бакалавриата, потому что это второй уровень. Вот. Но от этого это уровень образования не менее интересный. На мой взгляд, он даже более важный, чем уровень обучения в бакалавриате. Бакалавриат как бы завершает историю со школы, он формирует вам профессиональную базу, вот, вводит вас в мир дизайна, и, соответственно, на уровне магистратуры уже происходит та самая профессионализация выпускника, когда вы выбираете себе действительно дело, которым вы бы хотели заниматься. Структура современного образования такова, что учиться придется всю жизнь, но не просто придется, а вы увидите эту необходимость, когда приступите к активной профессиональной деятельности, поскольку для того, чтобы активно и успешно в ней функционировать, вам постоянно нужно будет обновлять и апгрейдить свои знания, умения, навыки, получать новые компетенции и так далее. Значит, ну, соответственно, поэтому на уровне магистратуры есть программа коммуникационный цифровой дизайн, программа полностью коммерческая, вот, но на эту программу можно получить при стоимости в 410 тысяч за один учебный год на вступительных экзаменах скидку в 20%, если сдать свое портфолио, пройти конкурс портфолио и получить за него от 95 до 100 баллов. Это абсолютно реально и к этому надо стремиться. Значит, на программе есть профили коммуникационный дизайн базовый уровень. Это профиль для тех, кто не имеет профильной подготовки. На этой программе есть профиль медиа и дизайн. Вот, это как раз профиль для тех дизайнеров, которые, профиль для тех дизайнеров, которые хотят научиться создавать конкурентоспособный контент и для журналистов и редакторов, которые хотели бы освоить дизайн. Есть профиль гейм-дизайн базовый уровень, о котором только что рассказывал Анатолий. И пугаться этого названия не надо, нужно здраво оценивать свои силы, потому что если вы до этого не имели дел с гейм-дизайном, конечно, здесь, на этом профиле обучение для вас будет комфортнее. Еще один профиль анимация базовый уровень, вы также можете на него поступить. и профиль дизайн и программирование. Есть еще профиль дизайна продвижения цифрового продукта. Здесь все зависит от тех исходных компетенций, которыми вы владеете. Чтобы поступить на эту программу и на любую другую программу магистратуры, необходимо пройти вступительное испытание, которое называется конкурс-портфолио. На конкурс-портфолио абитуриент представляет свое портфолио. Как быть тем абитуриентам, которые не имеют опыта предыдущего образования и деятельности в дизайне? Значит, нужно написать мотивационное письмо и вложить его в свое портфолио. Мы с вами встретимся на собеседовании и рассмотрим вашу кандидатуру. Значит, будет также реализовываться англоязычный профиль Communication Design базовый уровень. Он будет реализовываться онлайн полностью на английском языке. Значит, как я уже сказала, что это будет конкурс-портфолио. А поскольку все экзамены в 2022 году у нас проходят дистанционно, это значит, что дистанционно вы будете участвовать в собеседовании по Zoom или пока в какой-то другой программе это произойдет. Мы с вами встретимся и мы с вами собственно будем дальше обсуждать вашу профессиональную траекторию. Следующая программа это образовательная программа Design. Программа многопрофильная. Вот на программе есть профили Art Direction, иллюстрация и комикс. Собственно, это одноименные профили Олимпиады. Профиль Анимация, Искусство книги, профиль территориальный брендинг и дизайн городской среды и профиль системный гейм-дизайн и профиль предметный и промышленный дизайн, о котором мы уже сегодня с вами говорили. Так. Ну, опять-таки, для того, чтобы получить, вернее, поступить на эту программу, необходимо пройти конкурс портфолио и прислать свое портфолио. Как проходит процедура просмотра? Какое портфолио должно быть? Портфолио вы формируете в произвольной форме. Значит, вы отбираете то лучшее, что у вас есть, как вы хотите себя показать. Есть образовательная программа мода. Значит, программа мода стоит 400 тысяч рублей за один учебный год. Скидки также могут быть в размере 20%, если вы от 95 до 100 баллов набираете. На этой программе есть профили создания фэшн-брэнда дизайн женской одежды, создания фэшн-брэнда дизайн мужской одежды, брендинг в индустрии моды, фэшн-фотография и видео, ювелирный дизайн. Так, поступаем мы также на по конкурсу портфолио. Есть еще одна очень интересная программа практики современного искусства. фэшн-брэнда здесь у нас очень интересная история, много разных профилей, и такие профили здесь есть, как современная живопись, фотография, арт-эн-сайенс, видео-арт, керамика и текстиль, саунд-арт и саунд-стадис, печатная графика, театр и перформанс. Также на эту программу ребята поступают к нам по конкурсу портфолио. Здесь программа дизайн среды, но это именно программа магистратуры. И собственно программа очень интересная. Здесь есть профиль дизайн среды базовый уровень, частный и общественный интерьер. Вот и профиль ландшафтный дизайн. дизайн есть также очень интересный профиль музейный и выставочный дизайн. Соответственно, здесь также происходит поступление по конкурсу портфолио и еще одна программа. И еще одна программа это современный дизайн в преподавании. изобразительного искусства и технологий в школе. Это как раз программа педагогической магистратуры для тех, кто в будущем хотел бы преподавать. Вот. Значит, давайте еще раз вернемся к нашим страницам. Вот, поскольку страницы загрузки у нас находятся на этом же ресурсе. Вот она, наша студенческая портфолио. Это нам видно. Вот. Так, теперь нам придется в качестве окна выбрать страницу, чтобы вы видели хорошо, где размещены у нас задания. Так, еще раз я повторно выбираю. Вот. и мы с вами снова находимся на странице студенческого портфолио. Так, прошу прощения, не так просто подключить вас к той странице, которая нам нужна. Вот, нам нужна страничка с конкурсами. Вот здесь мы с вами видим Всероссийская Олимпиада Я профессионал бакалавриат второй этап 2021-2022 и Всероссийская Олимпиада Я профессионал магистратура второй этап 2021-2022. И когда мы с вами оказываемся на этих страницах, вот, когда мы оказываемся с вами на этих страницах, вот, то вы можете внимательно посмотреть все, что здесь предлагается. Значит, так, к сожалению, я нажала не на ту кнопочку. Так, мы проходим сейчас по нашей страничке вниз. Вот они, перечисленные все профили. Мы видим даты заключительного этапа о том, что с 1 марта по 31 марта можно загружать свои проекты. Вот, и, соответственно, есть файлы задания по всем профилям, о которых мы сегодня говорим. Вот, и файл задания, например, системный геймдизайн, вот мы его открываем. К сожалению, здесь сейчас придется мне менять вкладочку. Вот, но в любом случае вы сможете все это увидеть на нашем сайте. И мне хотелось бы еще сказать вот про такую вещь, которая называется, которая называется портфолио ревью. То есть, есть такая история, когда наши абитуриенты присылают нам свои работы, которые хотели бы показать до того, как у нас начались с вами вступительные испытания, для того, чтобы создать качественное, хорошее портфолио. Еще раз открываю страничку школы дизайна. Вот, и в общем-то у нас можно здесь найти информацию и про дни открытых дверей, и про портфолио ревью. вот, как записаться в портфолио ревью, мы прям попадаем на эту страничку, это для абитуриентов магистратуры, так, сейчас постараюсь показать, вот, мы с вами на этой вкладочке, значит, вкладочка, где у нас есть портфолио ревью, это онлайн консультация с кураторами школы дизайна, вот, это все проходит в онлайн формате, на платформе Zoom, вот, и здесь есть кнопочка расписания, вы можете посмотреть, когда планируются те или иные портфолио ревью для встречи с абитуриентами на разных программах, значит, вот мы с вами дотрагиваемся до крестика, раскрывается все, и у нас есть даты на март, апрель, май, когда вы можете к этому присоединиться, то есть, здесь вы сможете все посмотреть, значит, и сейчас мне хотелось бы передать слово моей коллеге Александре Старусевой Першеевой, которая является заведующей кафедрой по истории искусства и курирует весь искусствоведческий блок, который расскажет и о программах, о нашей программе аспирантуры и о том, какое задание требуется подготовить, значит, здесь тут был вопрос от девушки, которая, собственно, хотела бы поступать на дизайн среды, заниматься дизайном среды, но там, видимо, возникла несостыковка именно уровня участия в Олимпиаде, бакалавриата и специалитета или магистратуры, вот, но я думаю, что Александру я попрошу специально остановиться на каких-то особых вопросах, которые связаны вот с тем, как раскрывать содержание визуального исследования, как его выполнять, к какой литературе обращаться и так далее. Значит, Александра кандидат искусствоведения, специалист по видеоарту, ученый-исследователь, вот, и, собственно, она с вами поделится всей информацией, которая связана с подготовкой визуального исследования. Большое спасибо, Ильяна Викторовна. Да, действительно, визуальное исследование является частью нашего конкурса в силу того, что в Высшей школе экономики мы, конечно же, нацелены и на развитие ваших проектных навыков, на развитие ваших творческих возможностей в плане создания тех или иных проектов в области дизайна, и вместе с этим мы, конечно же, стремимся постоянно развивать, прокачивать интеллектуальные, научно-исследовательские навыки наших студентов. Причем, разумеется, мы это делаем на всех уровнях образования и в бакалавриате, и в магистратуре, и, разумеется, на уровне аспирантуры. Да, я действительно курирую тот блок дисциплин, который связан с историей и теорией искусства и дизайна, и могу вам сказать, что наша программа устроена таким образом, чтобы каждый студент мог выстраивать трек профессиональный в том числе и как ученый, и как исследователь, если есть к этому вот такое рвение. Если же вы все-таки видите себя скорее как практика, то и истории и теория, конечно же, не помешают на уровне лекций, семинаров, обсуждений и так далее. И вот, когда вы выбрали тему, и когда вы эту тему под себя заточили, да, то есть каким-то образом ее сузили, например, если мы говорим про выразительность квадратной композиции, то вам нужно найти, да, соответствующие примеры из классического искусства и какой-то сферы дизайна. Это может быть графический дизайн, это может быть предметный дизайн, это может быть одежда, это может быть дизайн приложений, это может быть очень разные могут быть вещи. Самое главное, чтобы, когда вы проанализировали вот эту самую, например, выразительность квадратной композиции и пришли к некоторым выводам, вы могли эти выводы преподнести именно в презентации, показав, что вот квадратная композиция работает так, так, так в классическом искусстве, и вот еще какие-то новые возможности открываются в ней, когда мы переходим в зону дизайна. В визуальном исследовании должен обязательно быть текст концепции, где вы, собственно, описываете вашу идею, но он, ну, скажем так, я не рекомендую делать его слишком большим, слишком развернутым, потому что все-таки акцент стоит ставить на убедительность, на яркость, на оригинальность именно визуального ряда. Это должен быть согласованный, очень стройный ряд изображений, который нам, как читателям, даст представление о вашем исследовании, о том, какие задачи вы поставили перед собой и к какими выводами, к каким выводам вы пришли. Такие более тонкие детали, описанные в требованиях к выполнению визуального исследования. Здесь, например, сказано о том, что объем текста не должен превышать полторы тысячи знаков. Здесь говорится о библиографии, об оформлении слайдов и прочих моментах. Ну, а на заключительной странице этого документа мы видим критерии оценивания, которые, в общем, практически совпадают с тем, как мы оцениваем проектную часть. Единственное только, что здесь, конечно, играет роль все-таки ваше умение, да, ваш интерес, ваше понимание того, как можно, ну, скажем так, не только создавать нечто, но и анализировать опыт ваших старших товарищей, художников и дизайнеров. И для нас, конечно же, важно то, как вы выбрали тему, как вы ее преломили в своей исследовательской оптике. Для нас важна оригинальность и вместе с тем убедительность, стройность, логичность вашего подхода к исследованию. Ну и, конечно, не менее важно качество подобранных изображений и то, как они ложатся в единое такое вот визуальное повествование. Визуальное исследование это такой формат, который сопровождает студента школы дизайна на протяжении всех лет обучения. Так, что-то я сама у себя зависла. Ладно, надеюсь, все нормально. Да, продолжу говорить, что мы учим студентов делать визуальные исследования на протяжении всех лет обучения и в бакалавряте, и в магистратуре, и в аспирантуре тоже. Причем эти визуальные исследования с годами трансформируются. В бакалаврских работах это такие небольшие, ну, скажем так, книжечки, брошюры, затем на дипломе итоговое визуальное исследование превращается в такую солидную книгу на 120 страниц. В магистратуре это уже такие очень серьезные исследования, которые становятся основой проектных работ. И, конечно же, в аспирантуре визуальное исследование становится частью аспирантского большого исследования, большого проекта. И везде мы делаем ставку на именно то, что называется visual research, то есть на ваше умение анализировать пластическую визуальную форму и делать выводы на основе того, как явления предстают перед нами в своей художественной форме. И мы всегда говорим о том, что визуальное исследование это научная работа, безусловно, и плюс к этому это еще и творческое высказывание, что, собственно, делает этот формат идеальным для школ дизайна, для нашей стратегии обучения. Вот, пожалуй, главное, что я хотела сказать. Полина Викторовна, я выключила камеру просто потому, что у меня идут какие-то дуги, кажется. Нет, а я вижу такой комплимент. А, я отчасти сейчас в оборок упаду. Александр на постнауки смотрел. Извините за эмоции. Значит, Александра, у вас есть горячие поклонники. Так, значит, да, собственно, горячие и не очень горячие поклонники. Какие у вас есть вопросы? Так, что у нас есть по тому, как... Ага, вот вопрос. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, рекомендации по презентации проекта перед комиссией. Первое. Второе. Тема 3. Коллаборации современных художников и крупного бренда. Авторы и бренд выбираются участником. Так, значит, можно зайти в чат и прочитать этот вопрос, и тогда уже по нему отвечать. Да, Ульяна Викторовна, я прочитала вопрос в чате, конечно. Ну, по презентации, наверное, я добавить ничего не смогу к тому, что уже написано в тексте документа, но, конечно, чем ваша презентация будет более эффектной, тем лучше. Вы будете рассказывать по вашим слайдам, объяснять логику своего визуального исследования, да, как вы строите свои визуальные ряды, какие выводы из них делаете. И по поводу темы коллаборации современных художников и крупного бренда, ну, лучше, конечно, чтобы это было несколько художников. Бренд, ну, на ваше усмотрение, что считать крупным или не крупным, ну, я думаю, что интуиция вам подскажет, потому что вы как дизайнер, конечно же, уже некоторым образом ориентируетесь в профессиональном поле, и вы представляете, какие бренды играют значимую роль в этом самом профессиональном поле. Вы можете понять, ну, грубо говоря, на кого мы равняемся, да, с кем мы ведем диалог, кого мы признаем в качестве вот таких ярких, важных акторов в этом пространстве. Вот на это и сделайте акцент. Так, спасибо. Здравствуйте. Можно поподробнее узнать об условиях поступления на магистрские программы для иностранцев? Да, можно. Иностранные абитуриенты поступают по отдельному конкурсу для иностранных абитуриентов на коммерческую основу. Прием заявок на квоты идет, и вообще решение вопросов квот идет в течение марта месяца. Собственно, сейчас уже этот процесс завершается. Вот, и, скажем так, условия поступления на магистрские программы на коммерческой основе, если вы получаете выше 50 баллов, вы уже имеете 50 и 70 процентные скидки, которые будут действовать в течение двух лет. Условия поступления для иностранцев очень выгодные. На сайте Высшей школы экономики, не школы дизайна, а именно Высшей школы экономики заводится личный кабинет иностранного абитуриента, и Вы подаете через него документы. Мы с Вами не встречаемся в Зуме, мы рассматриваем присланное портфолио и принимаем решение. Так, давайте посмотрим, есть ли у нас еще какие-то вопросы. Наше время завершается. Есть ли у нас еще какие-то вопросы, дорогие участники? Ну вот был вопрос от Виолеты Климовой задание для магистратуры заключительного этапа по графическому дизайну, оно без профилей. Мы на него уже отвечали, то есть профиль не указывается. Так, ну в любом случае вы можете всегда обратиться на электронный адрес школы дизайна или на мой электронный адрес, задать ваши вопросы относительно поступления или участия. Так, вот Александра, есть вопрос. Выразительность квадратной композиции на примере классического искусства и дизайна. Тут не очень понятна формулировка темы. Как мы это можем пояснить? Очень просто. Эта тема, скажем так, ориентирована на тех наших абитуриентов, которые интересуются выстраиванием связей между классическим искусством и современным искусством, между классическим искусством и дизайном. Мы здесь говорим о некоторых универсальных правилах композиции, о законах восприятия, о художественных решениях, которые одинаково работают, что на плоскости холста, что на плоскости, например, плаката. И мы ждем здесь очень таких оригинальных, интересных, неожиданных сопоставлений, похожих немножко, может быть, на то, что недавно сделал Жан-Юбер-Мартен в Пушкинском музее. Может быть, вы помните выставку «Бывают странные сближения», где оказывалось, что один и тот же, например, пластический мотив или один и тот же визуальный образ или один и тот же орнамент проявлял себя в самых разных вариациях, в искусстве совершенно разных стран, континентов, эпох и так далее. И вот обнаруживать такие связи, параллели, переклички всегда очень продуктивно, очень интересно. И вот здесь мы выбрали такую базовую вещь, как квадратную композицию, для того, чтобы порассуждать вот об этой, ну, если угодно, преемственности, о взаимопроликновении искусства и дизайна. Спасибо большое. Так, ну, пока больше вопросов я не увидела. Я надеюсь, что на основные вопросы мы ответили. Мои коллеги дали достаточно развернутые комментарии по предлагаемым заданиям. Вот, мы желаем вам всяческих успехов, ждем вас на заключительном этапе, ждем ваших проектов, будем рады пообщаться с вами на защитах и рассмотреть ваши проекты, вот, но впоследствии увидеть вас в числе наших абитуриентов. Так что всего вам доброго, до свидания, мы с вами прощаемся. Завтра и послезавтра у нас вебинары по другим профилям, вы можете всегда к этому подключиться, вот, ну, а сейчас всего вам доброго, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...